Итак, еще раз, еще раз. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Теперь в эфире Финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда, в это время мы с вами говорим о ситуациях на финансовых площадках. Ну а поскольку сегодня пятница, веселые рубашечки, кстати, на моих сегодняшних гостях. Еще раз подтверждение того, что на деле неделя рабочая и благополучная идет к финалу. Так вот, поскольку сегодня пятница, мы подводим финансовые итоги этой самой уходящей недели. Прежде всего, представляю моих гостей. В студии сегодня Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, Олег. И в студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал». Добрый вечер, Володь. Добрый вечер. Итак, что еще? Да, ну давайте, в студии, телефон в студии, да, чтобы можно было позвонить и спросить о чем-нибудь. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы, 495. И адрес компании финам.фм. В общем, собственно, те, как говорят сейчас, ресурсы, которые вы, уважаемые слушатели, можете использовать для связи, для нашей связи, связи с моими гостями. Вопросы, комментарии по рынку, это всегда очень любопытно. И последнее приготовление, традиционно, значит, начало эфира. Я открываю и рисую картину маслом, что происходит сейчас на финансовых рынках в это время. Ну давайте начнем с наших, наших, мы уже пожалели немножко, да, основные индикаторы отечественного рынка продолжают валиться, продолжают падать. Правда, все-таки небольшой отскок начался. Видимо, под закрытие сессии, краткосрочники фиксируются. РТС в моменте теряет проценты 70-х. 1408 вышел он уже практически, да, к 1400. ММВБ теряет чуть больше процента. 1385 его текущая котировка. Значит, что происходит на европейских площадках, ну, в лице Фудси 100, там тоже отрицательная динамика, полпроцента теряет. Он, япон, ну, азиаты, давайте так, да, японский Никей тоже сегодня в красной территории полпроцента потерял. Шахай Композит примерно так же, в общем, все, в принципе, все, в принципе, в одном цвете. Да, и открылись американские рынки, и индикаторы американского фондового рынка тоже в моменте приседают, хотя, как вы знаете прекрасно, да, не успевают всю неделю практически переписывать Доу Джонс, в частности, СНП 500, простите, в частности, переписывать исторические максимумы. Ну, сейчас на открытии немножко, немножко приседают, посмотрим, что будет дальше. Внимание, сырьевые рынки и Форекс, нефть марки Брент, уже больше 2% в минусе на текущий момент, идет она, я так понимаю, активно к 100 долларам за баррель, 102.27 за бочку. Сейчас торгуется этот инструмент, золото сегодня в очередной раз пролили, вышло оно, или там, да, показало максимумы, ну, я посмотрел, за 9 месяцев получилось, да, с июля прошлого года. Сейчас торгуется 1535 за тройскую унцию и теряет в моменте почти 2% тоже. И евро-доллар не удержался выше 1.31, 1.387, тоже начиная движение вниз. Набор голубых фишек, традиционно это слово я произношу, разнонаправленно сегодня торгуется. В основном в красной зоне лидеры падения Русгидро 3.5%, Сбербанк 4%, 3.8% уже. Сургутнефтегаз 2%, Уралкалий 1.5%, 1.5% ВТБ, правда, еще. Лучший рынок сегодня АвтоВАЗ, почти 3% в плюсе, и НЛМК, да, проценты 30. Ну, Ростелеком тоже отскакивает уже после недавних событий, половину процента он прибавил. Вот такая вот история, ну, история такая, несколько печальная, все-таки, мне кажется. Ну, если говорить о российском рынке. Ну, что ж, давайте начнем разговор. Александр, с вас, если позволите, начнем сегодня. Саш, ну, вопрос такой традиционный, мы подумаем финансовые итоги недели. Что главное на этой неделе можно выделить из событий, ну, и, может быть, так сказать, основную какую-то идею ты там озвучишь, на твой взгляд, да, которая главенствовала на российском рынке? Хотя, я предполагаю, я ее знаю. Что за идея? Что за идея? Ну, скажи-ка мне, что ты знаешь, а я нет. Ну, ты тоже, наверняка, знаешь, может быть, это, Володь, идея на российском рынке какая? Какая, какая, продай, пока не поздно. Пока не, вот, вот, примерно об этом идет. Ну, на самом деле, сейчас, если так посмотреть, то, в общем, две идеи основные были, наверное, да. Первая, это то, что все-таки вообще развивающиеся рынки очень хорошо чувствуют с начала года. То есть мы как-то вначале были чуть лучше, да, то есть мы как-то подрастали, вопреки всем остальным. Ну, потом, в общем, уже, по-моему, всех даже обогнали. Второй момент все-таки, ну, понятно, что у нас тут Кипр каким-то макаром нас задел, да, еще, наверное, надголоски все-таки дают о себе знать. Ну, по крайней мере, тот факт, что, в общем-то, спугнуло многих-то инвесторов, да, такое достаточно сильное движение, это факт. Ну, и третий момент, это все-таки, опять же, да, ситуация с ТНК-БП, то, что окончательно стало понятно, что, в общем, не увидят миноритарий дивидендов, ну, и вообще, скорее всего, ничего. Надежды, надежды не оправдали. Да, ну, там, конечно, есть там разговор о том, что может быть еще, но, в общем, я думаю, что сейчас все меньше и меньше людей в это верят. Ну, и, в конце концов, там, третий момент, это то, что там тот же «Газпром», да, какой некий показатель наших, там, всех остальных. Чаяний. Чаяний, да, который, в общем, не успевает обновлять как S&P, только минимумы, да. И тоже, собственно говоря, там причина следующая, что, в общем-то, компания, с одной стороны, вроде генерирует прибыль, вроде там даже какие-то дивиденды, может быть, будут, да, то есть надежды. Но, с другой стороны, компания эту прибыль направляет на какие-то странные инвестиционные проекты, которые, в общем, не факт, что окупятся. Ну, и, собственно, не генерирует из-за этого кэша. В общем, очень странное такое отношение к российскому рынку, да, то есть вот мне удалось просто пообщаться с разными коллегами, что кредитный риск, кстати, окей, да, то есть облигации, вот, никаких проблем, да, замечательно. Даже того, что, не знаю, с удовольствием можно брать облигации «Газпрома» и так далее, акций нет. Вот с акциями прям какой-то вот какая-то беда. Прямо какая-то беда. Прямо какая-то беда, да. Саша, извини, пожалуйста, мы отвлеклись. С идеей не согласен ты? Не, ну какая идея-то, понимаешь, Олег, если послушать всех, кто писал ресерчи прогнозные на 2013 год в январе, ну, все планы в громаде было. 1900, там 2000 пунктов мы увидим, легко уже к осени, все, смотрите какой бодрый старт. Уж до мая-то точно порастем, до мая-то, да. Да, и тут вдруг, опа, и все закончилось, ралли превратилось практически в обвал. Индекс энергетиков падает уже 11 недель к ряду, 11 недель, ну, по-моему, такого не было со времен, ну, кризиса. Ну, там, конечно, повод был, а сейчас вроде и цены нормальные ситуации в экономике вроде как не такая, что люди, понимаешь, на демонстрации не выходят, заводы не закрываются, да. А энергетика, понимаешь, падает 11 недель подряд, ну, это просто безобразие, вот. На мой взгляд, ну, и Газпром тот же самый, да, на минимумах, там, аж с весны 2009 года, таких минимальных отметок, там, 120 рублей, там, 125, не было вот именно с тех пор. На мой взгляд, мы имеем простую такую картину, не очень радужную из-за того, что эффект вот того, что у нас экономика находится в наручном управлении, все-таки достаточно высокая доля коррупции в экономике. Поскольку при настолько при растущих ценах на нефть российская экономика способна что-то из себя представлять, по сути своей, без нефти она убыточна, по сути. Вот, и поэтому с учетом того, что цены на нефть, да, буквально там еще там полмесяца назад были достаточно стабильны, там, 110 были, но экономика уже шла вниз. Вот, поэтому, в принципе, живые деньги в экономике есть, но эти деньги, они, так скажем, ну, используются, говоря, нерационально, неэффективно. Не по назначению. И, ну, это вот просто безобразие уже. Но это вот количество негатива, которое уплескивает средства массовой информации по коррупции в экономике, по-моему, перешкаливает уже. Ну, парадоксально, да, пишут о вещах, которые, вот, ну, я не знаю, должны, я не знаю, приводить к каким-то вот эмоциям. Просто пока... А мы просто сидим и хихикаем. Когда есть, когда есть какой-то, еще раз говорю, позитив и на рынке сырья, и страны БРИК в моде, на иностранцы на это могут закрывать глаза. Ну, как бы это ваши внутренние проблемы, да. Да, когда цены на нефть, мягко говоря, не растут, и при этом страны БРИК, вот, так скажем, мода на них уже прошла. Это видно, очевидно, за последние, там, полгода-год. Вот, то, в принципе, ну, мы остаемся торговаться своим собственным корытием. Поэтому на собственных деньгах. А на собственных деньгах мы, как правило, не уезжаем далеко. И плюс к этому и нерезиденты, вот сегодня в ведомостях очередная заменка о том, что с начала года отток уже состоял, там, около миллиарда долларов. Но это, по-моему, такого не было с момента, там, 2008 года. А кризиса нет в России. А отток капитала громадный есть. Вот мы имеем такой фондовый рынок. Ну, к этому можно добавить, кстати, по поводу, собственно, экономики. То, что вот этот пересмотр мэровских прогнозов, там, когда, по-моему, вчера, сегодня, в основном, и сообщения были. Ну, собственно, по сути дела, не растет ведь ничего, кроме импорта сейчас. В общем, не ускоряется. Экспорт стал. Ну, то есть, собственно говоря, цены на сырье стоят, соответственно, стоит и экспорт. Потребление расти уже за счет кредитной экспансии не может. Просто по той простой причине, что уже население наше несколько закредитовано, мягко говоря. Ресурсы людские заканчиваются уже, да? Ну, да, то есть, эффект отложенного спроса тоже уже себя исчерпал, да, по сути дела, которое там было сжатие спроса, там, в 2009 году. Инвестиции, в общем-то, тоже не очень хорошо себя чувствуют. И самое, как бы, противное в этом ситуации, да, что быстрых мер решения про эти проблемы нет. Потому что даже снижение ставок, это оно, как бы, оно напрашивается, да, в случае снижения экономики, замедления снижения экономики, мне кажется, вот всех проблем далеко не решит. То есть, да, оно может создать какой-то небольшой импульс, там, да, то есть, да, какие-то условия создать. Но вот общий, по-моему, консенсус такой, что, в общем-то, пора что-то решать уже более глобальное. Да, имеется, все-таки, делать среду на реформу, все-таки коррупцию, там, не знаю, приватизацию, наконец, сделать. Да, там, не оглядываясь на рыночные цены этих активов. Ну, да. Хорошо, значит, мы сейчас давайте прервемся, послушаем новости, а потом продолжим. Ну, что ж, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС, управление активами, и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управленджер компанией Альфа Капитал. Ну, мы пытаемся подвести финансовые итоги недели. Вот, пока не очень удачно у нас это получается, потому что, собственно, итоги-то такие печальненькие, да? Нет, но итоги мы подводим успешно. А, итоги подводим успешно. Да, результаты не успешны. Итоги просто, да, итоги. Извини, да, я был некорректен. Продолжим подводить финансовые итоги. Если не возражаете, давайте два слова скажем о начавшейся сегодня отчетности в Америке. Ну, не так много, да, еще компания отчиталась, но в любом случае это такая серьезная какая-то, да, временная перспектива для того, чтобы и что-то и на американских площадках происходило. Ну, и мы как-то на это реагировали. Володь. Не, ну, собственно, нынешний сезон на отчетность, он важен, как бы, с той точки зрения, что все-таки S&P на хаях. Да. И для этого, конечно, для подтверждения того, что все-таки рынок может расти дальше, нужны все-таки подтверждения того, что компании могут действительно зарабатывать нормальные деньги. Поэтому, конечно, с точки зрения рисков, да, вот здесь, как бы, может быть, иметь смысл даже прийти какую-то осторожность, потому что, хотя, да, начало достаточно бодренькое, да, то есть сегодня там, ясно, два банка отчиталось очень хорошо, та же самая ОКО, там, которая первая отчитывается, тоже замечательно отчиталась. Но, в общем, все равно, да, там, он еще не закончился, будет длиться еще какое-то время, и здесь, конечно, в общем, для инвесторов могут найтись неприятные сюрпризы. А может, и приятные, кстати. Вот, тут, в общем-то, надо отметить, да, что все-таки американский рынок, несмотря на то, что там исторический максимум, он далеко не перегрет по мультипликаторам, и, в принципе, в условиях там хороших данных и всего остального может расти дальше. Вот, хотя, конечно, сегодня вот был неприятный сюрприз немножко с другой стороны, как раз таки с данных, да, то есть, собственно, сегодня у нас S&P даже открылся в минусе, в том числе из-за того, что, в общем-то, вышли не очень хорошие данные по розничным продажам. Вот, и здесь, как бы, такой момент, что идея того, что, как бы, успешно прошли вот этот вот fiscal cliff, да, там, без последствий для экономики, есть такое ощущение, что это просто, может быть, недостаточное время прошло для того, чтобы это все проявилось. Чтобы почувствовать. Это, конечно, риск, да, то есть, понятно, что ближайшие там два месяца, наверное, будут такими очень решающими. Да, нервозными, да, все время будут смотреть, да, получилось, не получилось, там, как. Вот, но пока, как бы, эта нервозность не мешает американскому рынку расти. Да, 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 несмотря ни на что, что называется. Саш, как ты смотришь на перспективы сезона отчетности, ну, и в связи с этим на перспективы американского роста, роста? Олег, вот я с Владимиром согласен, да, действительно, ну, вот смотри, ну, было бы сложно предполагать, что банки отчитаются плохо. Сегодня JP Morgan Chase отчитался, Wells Fargo отчитались неплохо. Ну, такая ситуация, когда практически на любой доллар, вложенный в рынок, ты получаешь прибыль, где бы это ни было, практически и на рынке облигаций, и на рынке акций, и высокорискованных активов. Сложно не заработать, да? Да, рынок сырья только не в моде, но я думаю, что нормальные пацаны туда не вкладываются, вот, поэтому отчетность хорошая, да, что дальше нас ждет, да, на что стоит обратить внимание? На отчетность нефтяных компаний, нефтяные компании собирают достаточно большую долю в капитализации индекс S&P 500, и плюс к этому, я думаю, что стоит, наверное, ждать неприятных сюрпризов от высокотехнологичных гигантов. Поскольку, вот, последние несколько дней назад я видел релизы по поводу продаж компьютеров персональных, вот этих средств коммуникации, они, конечно, темпы продаж снижаются, и, наверное, где-то, вот, я думаю, что какие-то мои сюрпризы неприятные в этом увидим. Поэтому отчетность Hewlett-Packard, IBM, Texas Instruments, AMD, ну, вполне возможно, там какие-то интересные, можно быть, там такие вещи мы увидим. И плюс к этому нефтянка, конечно, потому что нефтяной сектор не рос с начала года, по сути, своей нефти, что в Америке, что в районе, ну, вот этого, что легкая американская нефть, что североморская нефть, они, по сути, своей торговались без тренда, и, наверное, все-таки так нефтяные компании, ну, не должны показать высоких результатов, если только они не опять в очередной раз не сократили свои издержки путем каких-то ужиманий инвестиционных программ или персонала. Вот, поэтому сезон отчетности таит в себе такие интересные моменты, но судя по динамике индекса S&P 500, как он себя сейчас ведет, я думаю, что вот тот очень похож на динамику в предыдущие кварталы, когда вот он консолидировался, потом где-то вот к середине, вот, у нас сейчас апрель, да, то есть вот середина месяца, он делает финальный заскок вверх, вот как мы сейчас на этой неделе видели, вот это в предыдущий квартал, это все можно было видеть на графиках, вот, после этого стадия волатильной такой консолидации, после этого откат вниз, потому что, еще раз говорю, мне кажется, все-таки ряд компаний не оправдает рыночных ожиданий, естественно, на этом фоне, с учетом того, что рынок все-таки перегрет, это надо признать, может он дальше расти, может, если компания будет продолжать дальше генерировать прибыль, но мне кажется, все-таки он локально перегрет, и ему нужно немножко охладиться. Как всегда есть на рынке фаза распределения, фаза роста, фаза накопления, вот, я думаю, что просто-напросто он сейчас находится в фазе распределения, какое-то время будет отходиться, когда из акций будут выходить инвесторы, которые покупали их раньше, будут рынок поддерживать какое-то время те игроки, которые будут ждать продолжения этого роста, потому что всем хочется вложиться в растущий актив, крупные деньги любит тот актив, который растет в цене, слабый рынок, как вот наш, там, Бразилия, никто не хочет покупать, потому что он слабый, ну, что туда вкладываться, да, вот, даже разбираться не стоит, там, макроэкономики, смотреть, какие там внутренние болячки, еще что-то такое, если рынок слаб, ну, зачем я буду туда лезть, я на этом, скорее всего, потеряю, пока тренд не переломится, а слома тренда ни в Бразилии, ни у нас пока нет, поэтому, что туда вкладывать деньги, а в Америке слома растущего тренда даже не пока, даже рядышком не стояло, вот, поэтому, соответственно, часть инвесторов всегда будет подбирать снижающиеся активы, вот, на этом фоне можно легко разгрузить свои инвестиционные портфели. Понятно. Говоря, упомянул Саша, да, ну, в контексте американского рынка, нефтяные компании, стоимость нефти, вот, говоря о стоимости нефти, нынешнее снижение, там, ближе к ста уже, на твой взгляд, Володя, какой имеет, ну, краткосрочный предел, ниже ста, уйдет бренд или? Не, ну, в принципе, может ненадолго сходить, как это было, там, в прошлом году, в том числе, да, но вообще, там, если смотреть на диапазон 100-120, в общем-то, это такое, уже, мне кажется... Ну, то есть сейчас она идет к нижней границе диапазона, а откуда... Ну, просто, да, пока идет к нижней диапазоне, то есть пока картинка, она не поменялась, да, мы видим снижение, но пока она идет в рамках коридора и, как бы, ну, беспокойство пока не вызывает. То есть если, конечно, она идет ниже и там закрепится, это уже, конечно, будет такой тревожный звоночек, но пока, вот, к счастью, я не вижу пока перечин для беспокойства. Риски, да, конечно, возросли, что, да, раз мы не около нижней границы коридора, то есть есть вероятность того, что мы его пробьем сейчас больше, чем когда она была 110, ну, как бы, это не более того. А на чем сейчас вот падение нефтяных контрактов мы видим, как ты думаешь? Ну, собственно, общая ситуация, мне кажется, в экономике, да, то есть посмотреть на... Ну, как Саша сказал, нормальные пацаны не идут в сырье сейчас, да, и в промышленные... Ну, просто сложно ожидать, да, что нефть там вырастет ближайше там за год, там, не знаю, еще плюс там 10%, 10-20%, да, ну, в общем, там много не заработаешь уже, да, плюс, опять же, да, такой вот потеря вот этой вот моды, да, на комодис, опять же, то же самое золото, да, там как-то уже, особенно с перспективами там продаж его из запасов центральных банков. Да, комодис не стали модными, а стал модный, кто, кто стал модный сейчас? Девелопер-маркет. Девелопер-маркет. Ну, и, наверное, облигационные рынки, если говорить про emerging markets, да. Ну, собственно, все. А что касается комодов, да, ну, понимаете, проблема в том, что здесь такой цикл, что экономика слабая, да, рост цен на сырье, если оно будет сойти... Ну, да, в рамках слабая остановка. А не, нам будет тормозить рост экономики, соответственно, это будет уже сказываться и, в том числе, обратно на снижение цен сырья. То есть, вот, при слабой экономике расти сырье особо сейчас просто некуда. Китай не поддерживает сейчас, нет, никаким образом? Да, я думаю, что нет. Китай, как бы, с одной стороны, да, это крупный потребитель, но, мне кажется, его все-таки не надо сильно переоценивать. Во-первых, если говорить про нефть, да, то есть, там, с одной стороны, действительно, там, рост спроса он создаст, но надо не забывать, да, что у нас есть сокращение потребления, там, в той же самой еврозоне, да, то, что есть рост добычи в США и, в общем-то, факторы компенсирующие спрос предложения, они все-таки сейчас в большей части сбалансированы. Ну, и, собственно, если вот, да, опять, перечислить все то, что ты сейчас назвал, рецессии в Европе, да, замедление потребления, потом сланцевая революция или какая-то другая революция в Америке, которая, да, сейчас тоже не дает оснований для роста спроса, все это, в конечном итоге, может привести к продолжению, да, снижению цен нефтяных. Да, дело в том, что вот в этом широком диапазоне 120-100 есть мелкие поддиапазоны, да, то есть, там, 118-112, 112-106, 106-100, вот, и мы периодически нефть в одном диапазоне болтается. То есть, на три составляющие, да? Ну, примерно так, да, условно говоря, да, вот сейчас она, по сути, вот сейчас вот на данном моменте, да, она уходит в нижнюю часть этого диапазона, то есть, это там 106-107 сверху, 100 снизу, вот, примерно так-то, может быть, 101, вот, и в этом диапазоне она какое-то время будет болтаться. Если она, так скажем, американский рынок акций пойдет вниз, вот, обрати внимание, Америка переписывала свои исторические максимумы, да, а нефть на это не реагировала. Вот, потому что обычно, когда все-таки есть спрос на нефть, есть покупки в этом активе со стороны инвесторов, именно спекулятивные покупки, то все-таки они коррелируют это движение, да, то есть... С рынком акций, да, да, причем еще интересная вещь такая, что, видишь, как сейчас и золото снижается, промышленный металл тоже стагнирует, и, в принципе, наверное, все-таки инвесторы как-то разделяют, разделяют сейчас фондовый рынок раз, с одной стороны, сырьевой, другой стороны, и реальную экономику с третьей стороны. То есть фондовый рынок и реальная экономика в Америке, это разные вещи. В Европе фондовый рынок и фондовые индексы, это тоже разные вещи. Я понял. Сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор, будем отвечать на вопросы. Ну что ж, продолжим, уважаемые слушатели, продолжим, подводим финансовые итоги недели, сейчас в сухом остатке, и в гостях у меня Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС, управление активами, и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией Альфа Капитал. Ситуация более-менее понятна, ну как минимум с точки зрения того, что происходит в Америке, там все хорошо. Боже мой, как это, с завистью я сейчас произнесу. Как всегда у них... Везет же люди. А, везет же люди. А мы-то надеялись, что они загнивают, а нет, вон что получилось. Кстати, вчерашний гость, я так проанонсировал, да, за кадром, за эфиром сказал, вот он вчера тоже пару раз повторил, что локомотивом мировой экономики будут Штаты как раз. Мы там надеялись на то, что Китай. Китай нас вытащит. Нет, говорит. Соединенные Штаты Америки. Будут впереди планеты всей. Давайте вернемся к российскому рынку. Еще буквально два слова, Саш. Что происходит сейчас на отечественном фондовом рынке? Идейки какие-нибудь, может быть. Все-таки ты назовешь или уже не будешь? Нет? А какие идеи-то? Ну, у нас, видите, как, Олег, получается, если посмотреть на срез отраслевой, у нас просто на экране Бумберга, прямо в режиме реального времени, значит, по оси отложено, значит, индекс МВБ и его отраслевые составляющие вот разным цветом, вот этот веером таким, да, вот энергетика, это просто вообще вот такая кривая вниз, да, под 45 градусов вниз. Потребительский сектор единственное, который у нас, вот так скажем, является защитным. Почему? Потому что, во-первых, потребительский сектор, он имеет все-таки сейчас неплохие позиции из-за отголоска того кредитного, той кредитной накачки, которую мы видели вот в конце прошлого года. Все-таки компании продолжают расширять свои продуктовые линейки, продолжают развивать свои розничные точки для того, чтобы собрать еще отголоски вот того спроса на деньгах от населения. Вот, но с учетом того, что все-таки, мне кажется, в экономике России растет скрытая безработица, то есть те данные, которые по безработице публикует Госкомстат, я как-то им, честно говоря, не очень верю. То есть вот даже просто среди моего круга знакомых очень много людей, которые сидят без работы, но об этом не заявляют, на бирже труда не становится. Таких людей, к сожалению, ну, практически из месяца в месяц становится все больше и больше. Вот, и людям очень сложно найти работу. Их увольняют или они по каким-то причинам? Нет, по разным причинам, кому-то там что-то там хочется перейти на новое место, не получается, еще что-то такое, достаточно много таких людей уже, просто, я говорю, даже вот по ощущениям, по личным, вот, значит, это что касается безработицы, да, и какие-то идеи давать, ну, давайте покупать растущий сектор, ну, давайте, ну, просто что из него можно выжать еще, ну, честно говоря, я пока не вижу. Даже, допустим, тот же самый лидер-магнит наш, он по мультипликаторам, там уже, я не знаю, там уже скоро Walmart догонит. Вот, единственное, действительно сильно растущая компания, но даже на ней уже, вот, последняя операционная отчетность, которая выходила по компании, показала, что, в принципе, уже не столь высоки динамика продаж, и, в принципе, и издержки достаточно высокие на открытии новых магазинов. И вот эта вот экспансия, которую проводит сейчас компания, она может потом ей обойтись боком, когда вдруг внезапно все-таки цены на нефть опустятся еще больше, государство ужмется в своих расходах, и население еще раз затянет пояса. И вот эта вот громадная сеть магазинов с большим количеством товаров, накупленных на кредитные деньги, она, к сожалению, вот потом может выстрелить в обратную сторону. Потому что, когда ракетой вверх растет стоимость компании, ну, как-то это немножко нас настораживает. Не являются ли мы, не находимся ли мы в финальной стадии роста. Вот. А в целом, я думаю, что защитным сектором сейчас вот единственное, кто может более-менее так неплохо себя чувствует, это телекомы, всякие там вот, мегафон, МТС. Я думаю, что вот эта вот эпопея с Ростелекомом, создание четвертого сотового оператора, я думаю, что она еще достаточно далека от реального воплощения, и там, ну, еще пройдет достаточно много времени, пока этот эффект от наличия четвертого конкурента будет скажется на финансовые показатели вот этих вот наших крупнейших менеджеров. Я бы, Павел, добавишь что-то по идеям на отечественном рынке, на твой взгляд? Ну, в акциях имеется в виду, да? Ну, и в акциях, в том числе. Ну, собственно говоря, тут я полностью соглашусь, вот действительно, там потреб секторов и так, всего подобного. Мне кажется, здесь, в общем-то, если посмотреть так на несколько другой стороны, на рекомендации, да, тут все очень просто, да. Там покупают там, где поменьше государства и более-менее внятный и стабильный рынок сбыта, все. То есть металлургов как раз-таки вот их очень из-за этого не любят, потому что рынок, энергетика, там все-таки эффект государства очень большой в части регулирования, в части собственников. А нефтянка, ну, опять же, да, если посмотреть на те компании, которые, в общем, вне собственности государства, они, в принципе, там плюс-минус смотрятся неплохо, да. Даже, в общем-то, те же самые дивидендные бумаги, да, они, в общем-то, это же стать нефть или сургут нефть и газ, преф, в общем-то, несмотря, да, на коррекцию, которая их тоже затронул, в общем-то, мне кажется, вполне на себе нормальная идея. Ну, а потреб, соответственно, да, то есть здесь, да, есть риск, конечно, в случае там снижения цен на нефть, но, опять же, да, там на фоне остальных бумаг, если смотреть так относительно, да, то, в общем-то, мне кажется, вполне себе хорошая идея. Так, ну, хорошо, хорошо, не буду вас больше мучить, идей немного, поэтому, что тут говорить об их отсутствии. Давайте, у нас есть вопросы, но их тоже в последнее время не так много, наверное, по той же самой причине. Вот Андрей, ну, это скорее комментарий, да, по поводу того, о чем мы говорили, чуть выше, пишет Андрей следующее, в 2013 году свалимся в стагнацию, рост снижается, ставку держим на 8,25, что делать? Что делать? Ну, это риторический вопрос, что делать? Глаз вопиющим. Не, ну, это как запоминает, там, шеф-клиент уезжает, гипс снимает. Да, 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 все пропало, все пропало, да, да, да. Но, в самом деле, мне кажется, вот, не знаю, тут все-таки, конечно, не так все плохо, все-таки есть один позитивный момент в том ключе, что, в общем-то, потому что правительство явно сейчас зашевелилось, начали как-то думать, что это, собственно говоря, делать, да, потому что, да, там, понимают, что, в общем, при том подходе, который был, в общем, достичь тех целевых показателей роста, их, наверное, не будет невозможно. Вот это внушает определенный, там, оптимизм, да, потому что, может быть, все-таки действительно будут проведены какие-то правильные реформы. Вот, честно, мне импонирует одна вещь, да, это приватизация. Да, но приватизация не так, как, то есть, без оглядки на уровень рыночных цен. То есть здесь, вот, мне кажется, неправильный приоритет, что давайте подождем хороших цен и так далее. Вот тут замкнутый круг получается, да, с одной стороны, высокая доля государства, она является демотивирующим фактором, да, с другой стороны, при высокой доле государства мы ждем, когда же все-таки это дело само подрастет, чтобы мы его продали дорого. Это, по большому счету, просто, да, не реализуемый. Мне кажется, это абсолютно неправильный подход, да, потому что все-таки задача, мне кажется, в том, чтобы действительно снисти долю государства в экономике. То есть делать то, что называется, геннационализацию, так называемую. И, в общем-то, действительно, уйти от того, от именно ручного управления экономикой, потому что это все-таки модель, мне кажется, не работает. Хорошо, еще один вопрос, еще один вопрос, ну, еще раз повторю, не совсем он, да, так сказать, относится к рынку акций, но, тем не менее, Гульнара пишет, стоит ли избавляться от купюр в 500 евро? Вот такой вот вопрос. А что, Ярозоне-Павловскую реформу? Неожиданно, я не знаю. Ну, давайте, я предположу, что имеется в виду. Ну, с другой стороны, почему именно в 500 евро, я не совсем понимаю. Может быть, действительно, да, все, что связано с кризом Ярозоны, в конечном итоге приведет, я не знаю, к тому, что евро исчезнет с лица земли, стоит ли избавляться от евро? Нет, там просто несколько дней назад была какая-то заметка, не помню, кто-то написал, дал рекомендацию европейским властям избавиться от купюры какой-то, то ли финансовый регулятор, то ли рейтинговое агентство, где, так сказать, вот, да, что вот эта вот купюра, она имеет низкое хождение, поэтому, что... Или, может быть, ее легче всего подделывать, может быть, в этом... Нет, нет, там именно, вот, с точки зрения хождения, то есть, присутствие купюры в экономике, и вроде как из-за этого что-то там влияет на экономические, там, перспективы, ну, там, как это такая, ну, мне кажется, несущественная вещь. Ну, просто СМИ ее раздули, потому что очень интересно, у многих же есть купюра 500 евро, многие ее трогали, многие ее трогали, да, поэтому, я не знаю, вот у Гульнируи, наверное, эти 500 евро, наверное, сложены в отдельную папочку и лежат где-то в чулане дома. Странно, что не в банке, потому что, если ты сдаешь купюру в банк, те же самые 500 евро принесы купюру в банк, даже если там эту купюру убирают из оборота... Да, тебе уже дают ее с стольниками, вот и все, поэтому проблемам у тебя, я считаю, не существует. Хорошо, это проблемам не существует, а вот если говорить о том, что человек в наличном, да, в наличном виде хранит забережения, это неправильно, да? Ну, конечно, неправильно, с одной стороны, да, с другой стороны вопрос, что на 500 евро можно заработать, да, то есть за год, там, если, не знаю, по евро, условно говоря, 2-3 процента, ну, так, 10 евро сверху. Не, ну, в данном случае, а если она у тебя лежит дома под подушкой, что ты можешь на ней заработать? Это высоколиквидная подушка. То есть ей не нужно было, чтобы ей воспользоваться, бежать в банк. Потребовалось, да, и вот я ее раз и потратил. Это нормальная часть, то, что часть сбережения, естественно, должна храниться в наличной форме, для на всякий случай, чтобы мало ли что. В таком случае, почему это сбережение в евро, это третий вопрос. Я тут недавно смотрел Discovery и был, честно говоря, немножко поражен. Там какая-то передача была про автомобилистов, вот, и там интересно так, там в конце за одну автомашину, там расплачивали, значит, там, владелец один привез, значит, продавцу, покупатель привез продавцу пачку 100 тысяч долларов с сотенными купюрами, там такая, кирпичик, вот. И он говорит, я тебе даю бонус еще за то, что ты мне продаешь машину, 500 долларов. Бумажка? Да, одну бумажку, я был удивлен. Там, например, если ты ее посмотрел, там, да, бумажка 500 долларов. А такой бумажки нет, по-моему, 500 долларов. Вот, в Америке это дело было, он расплатился бумажкой 500 долларов. Ну, покупатель взял, он знает, что такая бумажка имеет хождение. Нет, я не знаю как, вот, вы видели бумажку 2 доллара? Да. Вот, а там, вот, вот, я тоже видел, у меня даже с собой есть, а вот там, да, видите, как, 500 долларов, оказывается, есть. Мы-то их не видели, я, честно говоря, не слышал даже, а там есть, видите, как. Век живи, век учись называется это дело. Но, тем не менее, вот, третий вопрос, если действительно предположить, да, что есть некие средства, которые хранятся, хранятся, причем, почему-то не в банке, ну, вот, Володя объяснил, почему, потому что нужна какая-то наличная, мгновенная ликвидность, да, это ликвидная подушка. Но, в таком случае, почему они в евро-то хранятся, я не понимаю. Мгновенная ликвидность, она, что это значит? Значит, мне, служащие, понадобились деньги, я взял эти подушки и пошел их потратить. А где их потратить? Взял чемодан, поехал в аэропорт. А, да, именно так. Аэропор, вокзал и там что дальше? Не, ну, это, конечно, можно по-разному рассуждать. Не, вопрос, конечно, тут еще вопрос, почему в евро? Ну, на самом деле, вот, честно говоря, по поводу евро у меня нет такого сильного отторжения, да, то есть валюта Володина там ходит, там, относительно доллара, но том, что евро действительно там, тренд будет скорее на снижение, я, честно говоря, не так уверен. Нет, я согласен. Потому что банальный макроэкономический такой факт, да, то, что посмотреть насчет текущих операций еврозоны, да, он очень хорошо поправился за последние два года. Очень хорошо. Причем такого на этом уровне он не был там никогда. Что это означает? Это означает, что в еврозону приходит больше валюты, чем уходит. Да, там можно, конечно, смотреть по, там, другим вещам, да, там, куда там к счету капитальных операций, там поток капитал, но при прочих равных евро, в принципе, выглядит неплохо. И в том, как только у нас возникает там ситуация, когда некие, там, улучшение ситуации, да, или, там, видимость улучшения ситуации, там. В еврозоне, ты имеешься, да, в кризисе. В еврозоне, да, там приняли очередные меры, там, пообещали того, всего, пятого, десятого, евро тут же реагирует очень позитивно, да, ну, просто потому, что у него на это есть, как бы, возможность. Вот, поэтому... То есть, в принципе, можно сказать, что он не растет, ну, если мы говорим, что он падает, он не растет, потому что нет позитива. А вот как только позитив, любой маломальский, да, и он начинает сразу... Ну, да, как-то, то есть, по сути дела, да, он, конечно, расценивается, как такая рисковая валюта, индикатор, там, риска, да, но, как бы, не более того, да, то есть, там, тренд такого устойчивого и, там, фундаментальных факторов на его снижение... Ну, и потом он отскакивает достаточно серьезно последние несколько недель. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, давайте потом продолжим. Ну, что ж, последняя часть эфира, 12 минут у нас осталось. Мы продолжаем подводить финансовые итоги недели, и у нас это замечательно получается, на мой взгляд. Я напомню, что сегодня в студии Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами, и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. В поисках идеи, да, для торговли на фондовом рынке вдруг появилась, да, или вспомнилась идея дивидендной доходности у Владимира. Да, ну это, кстати, я вспомнил один момент такой, который нужно все-таки учитывать в части майской коррекции нашей, привычной, да, потому что, ну, есть такой... Начавшийся в марте, да, или когда? В апреле. Ну, вы знаете, там любопытный момент, то, что в девятом году она там, или в каком-нибудь десятом году, началась там, по-моему, почти в мае, на следующий год она на неделю раньше, потом на две недели раньше, там, или там на сколько, то есть как-то каждый раз она смещалась. Ну, это тренд в любом случае, это правда. Сейчас она как-то сместилась сразу на полтора месяца. На середину февраля. На середину, с начала февраля практически, да. Ну, ладно. На самом деле, тут вот как раз в том плане, что коррекция, да, что все-таки достаточно, собственно, пик дивидендных осечек у нас приходится как раз на весенние месяцы, там, апрель-май. Вот. И проблема-то как раз в том, что у нас многие, скажем так, ну, даже наши фондовые индексы, они считаются без ученых дивидендов, и зачастую там некоторые там серьезные движения по отдельным бумагам, как это воспринимается, особенно с помощью технических алгоритмов, как сигнал, там, не знаю, каких-то решительных действий, да, очень часто является просто признаком того, что бумага прошла отсечку, поэтому цена переставили вниз. Так что является естественным. Вот. Поэтому этого бояться не надо, да, потому что сейчас действительно могут быть сильные движения там по многим привилегированным акциям, да и, собственно, и по обычке. Вот. И, в общем-то, тем, кто, конечно, держит эти бумаги там просто, ну, не знаю, частным инвесторам, я бы все-таки рекомендовал бы, скажем так, паниковать, но не сразу. Сначала все-таки проверить. Медленно паниковать. Да. Вот. Ну, собственно, что здесь еще дополнительно сказать? Ну, в целом, да, то есть вообще, вот для, не знаю, мелких инвесторов или кто, действительно, там, портфель по принципу buy and hold, мне кажется, это, в общем-то, наши российские дивидендные бумаги, это, в общем-то, наверное, такое светлое пятно, да, на общем фоне. Потому что, если посмотреть на такой мини-портфель из наших дивидендных бумаг, таких из сургодних, тех, газ, там, от нефти, преф, там, еще несколько бумаг, то, в общем-то, даже с начала года он держится в плюсе. Так вот, если посмотреть, да, при достаточно таком хорошем снижении нашего рынка. Вот. Поэтому, вот, к тому, что даже на таком рынке, как наш, при хорошем стоп-пикинге, в принципе, зарабатывать можно. Вот. Ну, что ж, это позитив. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Ну, да, придумал. Наполнил эфир позитивом. Уже хорошо. Нет, это действительно хорошая вещь. Потому что, почему, допустим, у инвесторов пользуются спросом облигаций? Потому что они дают гарантированно заработать, да? А вот эта вот дивидендная доходность. Почему пользуются спросом у инвесторов? Потому что компании, которые платят дивиденд, они, по сути своей, зачастую имеют еще и низкую долговую нагрузку. Вот. И, во-первых. Во-вторых, у них финансовые показатели позволяют им. То есть, у них положительный денежный поток. Поэтому здесь выбор очевиден. Ну, собственно, да. Их немного, но они есть. И, в принципе, те инвесторы, которые, ну, как бы, знают их, и они, собственно, на слуху, и, в принципе, они неплохо себя чувствуют. Да, собственно, два момента. Да, как бы основной признак хороших компаний. Генерирует кэш и делится. Да. С этой стороны. Вот. Потому что бывает ситуация, когда компания генерирует кэш, но не делится. Это как раз плохие примеры. Делиться надо. Делиться надо, да. Да. Извини, Володя. Значит, смотрите, еще что-то хотел проделать. Да нет, нет. Давайте мы посмотрим на валютный рынок. Ну, и, прежде всего, на ситуацию в рубле. Значит, я два слова буквально прокомментирую. Вот это последний выход, да, на прошлой неделе, там, район 31,8. Значит, вчера упали на 38, сейчас опять отскакивает. Ну, и вот такая волатильная, да, две недели волатильная. Ну, а, в принципе, если говорить о неких среднесрочных тенденциях, то что с рублем, как ты думаешь, Саша? Вообще, вот эта вот волатильность, конечно, она многих заставляет, нет, заставляет, тренда нету в рубле. То есть, вроде как есть тенденция к постепенному ослаблению курса рубля, но вот этот вот сильнейший разворот вниз, который укреплен, ну, по паре доллар-рубль, мы у которого видели на этой неделе, он, конечно, многих ошеломил. И практически мы пролетели буквально за несколько дней с отметки 32 по фьючерсу до отметки 31 по фьючерсу на рубль практически, раз такое резкое движение. Значит, с чем это, мне кажется, может быть связано? Причем, невзирая практически на валютный рынок, невзирая на сырьевой рынок. То есть, какая-то внутренняя, да, действительно. Да, какая-то внутренняя игра идет, и пока не очень понятно, кто за ней стоит, и вот кто такие создает сильные телодвижения в этом активе. Мне кажется, все-таки это, и причем вот эта вот, очень интересно, вот эта вот динамика по паре доллар-рубль, она была, очень интересно, то, что она идет на снижающейся нефти. То есть, рубль укрепляется, нефть снижается, российский фондовый рынок снижается, а рубль укрепляется, вот это вообще вот, ну, раскорреляется, и многих, вот, многих вопросов. И вот, чтобы посмотреть, что может повлиять действительно на этот рынок, мне кажется, надо посмотреть на сектор бандов, то есть, это облигации корпоративные, государственные. Если посмотреть, то, в принципе, вот именно вот это вот укрепление, оно совпало с тем, что повысился спрос, опять пошли вверх цены на банды. То есть, мне кажется, этот спрос шел со стороны нерезидентов. Нерезиденты конвертировали валюту по более высокому курсу, заходили в облигации, которые, кстати говоря, доходность по ним, она как раз вот где-то в начале апреля, она достаточно хорошо снизилась. Мне кажется, вот этот вот противоток, он как раз и обусловил такую волатильность по паре доллар-рубль. Ну, в принципе, да, соглашусь, тут, на самом деле, опять же, были там ожидания того, что рубль действительно может сходить вверх. Выше, да? Выше, чем? В первом квартале, да, там я несколько читал много ресерчей достаточно по этому поводу. И, собственно говоря, там аргументы были следующие, да, то есть, собственно, у нас сложилась фундаментальная ситуация, да, потому что у нас прошел уже пик, скажем так, чисто, показатель чистого экспорта, который приходит обычно на первый квартал, да, еще от текущих операций, там, из-за сезонного смедления импорта. Потом у нас на апрель приходился пик платежей по внешнему долгу, ой, прошу прощения, на март, апрель сейчас идет еще. Да, то есть, и, в общем-то, есть там вообще такое ощущение, что просто могли восстанавливать какие-то, ну, собственно, валютные позиции, да, которые были там немножко, скажем так, подвинуты вот этим обслуживанием этих платежей. Третий момент, у нас в первом квартале был сильный отток капитала. Кстати говоря, где-то, скорее всего, во многом он был связанный, в том числе и с обслуживанием внешнего долга, да, что, собственно, как-то вот, видимо, подзабылось. Тут, конечно, может быть, данные ОЦБ немножко уже были устаревшие, но, тем не менее, да, собственно, там, по его данным, там, которые были за несколько месяцев, то есть, если у нас обычно на обслуживание внешнего долга идет, там, я имею в виду, компания, банки, например, 6-7 миллиардов в месяц, процентный платеж, плюс основной долг, то в марте там было 22 миллиарда, да, то есть, я еще очень долго ждал, когда же в марте мы все-таки сходим вверх, там, ну, сходили вниз, там, вверх, там, собственно. Чуть позже, чуть позже, да, но сходили, собственно. Да, еще был повод один, да, это, вот, собственно, та идея о том, что Минфин хочет сам приобретать валюту, золотовалютные резервные фонды на открытом рынке, то есть, если сейчас, фактически, он покупает ОЦБ, да, то есть, ну, просто, фактически, там, перекидка между счетами, то сейчас Минфин хочет это делать напрямую на открытом рынке. Честно говоря, мне не совсем понятно, зачем это нужно, да, то есть, формально, да, потому что, в принципе, это приведет, ну, единственное, для чего это, для такой вот причины, да, может быть, конечно, я, там, копаю слишком глубоко под одеяло, что называется, лезу, но это может быть ситуация в том, что просто такая завуалированная ослабление рубля, потому что, если ЦБ не будет выходить со встречными интервенциями, то это, соответственно, создает дополнительный спрос на иностранную валюту, соответственно, предложение рублей, у нас будет чуть лучше ситуация с ликвидностью с рублевой, но при этом рубль будет снижаться. В принципе, это не так плохо, на самом деле, да, потому что ослабление рубля, да, это, мне кажется, даже, может быть, более полезная вещь, чем снижение процентных ставок, да, но посмотрим, да, то есть, тут, в общем, ситуация непонятная, я думаю, что это, там, вопрос не ближайших даже двух месяцев, да, скорее, там, 3-4 месяца нужно. А если говорить о снижении рубля, даже, вот, ближайшие два месяца, да, ослабление снижения. То есть, как бы, исходя вот из этого, я все-таки жду, что до конца года будет все-таки ослабление рубля. Ну, вот до каких пределов? Сложно сказать, тут вопрос, в общем, там, такой, вопрос регулирования, опять же, отношений ЦБ и Минфина. Сейчас я пока не готов ничего здесь сказать. В ближайшее время, рассчитывая на то, что мы видели, действительно, там, повышение импорта, да, поток капитала, опять же, что там, пика платежей по внешнему долгу, я думаю, там, ничего страшного мы не увидим, да, то есть, каких-то серьезных, там, колебаний не видим. Но, и опять же, да, Евроклир, и, наверное, все-таки начнут приходить какие-то long only money, да, там, в ОФЗ. То есть, имеется в виду такие вот длинные деньги, да, там, что называется, которые долго-долго решают, пока, да, там, зайти. Поэтому я ничего страшного про рублю не вижу. Я думаю, что-таки будет фэд какой-то такой, ну, с волатильностью. Ну, вот последний, да, последний максимум, вот этот 32. Есть основания, что мы его, там, перепишем, надолго перепишем, уйдем, там, в 33-35? Все будет зависеть от текущей расстановки в ценах на нефть и по паре доллар-рубль. Ой, доллар и евро-доллар, да. Вот и все. То есть, мы когда все-таки вот у нас снижение, вот сейчас, вот, по-моему, тенденция опять наметилась, еще одна волна вниз по паре евро-доллар вот под конец недели. Если евро-доллар мы увидим, ну, где-то в конце, в конце апреля на уровне, опять, где-то там, ниже уровня 1.30, ну, вполне возможно, мы опять к 32 вернемся. Мне кажется, мне кажется, что вот такая ситуация, когда, вот, мы увидели резкий сплеск по паре доллар-рубль, потом была коррекция, она сейчас сильная вниз, на уровень 31. Вот если посмотреть, опять же, на график, на длинный, да, то, в принципе, вот такое движение вверх, может быть, еще одно движение вверх, которое перепишет вот этот максимум 32. Потому что, еще раз говорю, в экономике не все хорошо. Цены на нефть, не дай бог, уйдут, там, ниже отметки 100 долларов, еще евро-доллар, там, они же 1.30, то, в принципе, есть предпосылки тому, что будем еще повыше. Ну, то есть, если говорить опять о наборе вот этих факторов, да, мы говорили, что нелогично, что рубль укрепляется последние несколько дней. Совершенно верно. А вот то, что он будет ослабляться, это, как раз, логично. Падающие цены на сырье и крепкий рубль убивает прибыль экспортеров российских. Это нефтяники, металлурги, ну, а им-то жить на что-то надо. Поэтому, в принципе, ну, им ЦБ, я думаю, должен пойти навстречу. Ну, если, конечно, не останется, там, верным своей, скажем так, предпосылки. Верным своему слову, да, слово. Инфляция прежде всего. Друзья мои, спасибо. Собственно, пятница, еще раз напомню, мы подвели финансовые итоги недели. Для уважаемых слушателей я хотел бы проанонсировать. Дело в том, что со следующей недели меняется сетка вещания, и бизнес-канал будет выходить в другое время с 3 до 5. Сначала с 3 до 4 будет сухой остаток, а потом с 4 до 5, да, будет бизнес-класс. Вот в таком формате какое-то время мы просуществуем. Если все будет хорошо, то будем жить дальше. Главное... Закрепимся, наверное. Да, совершенно верно. Провьем и закрепим. Ну, и на прощание, да, напоследок, представлю еще раз моих гостей. Александр Потавин, начальник электрической службы СГС управления активами. Владимир Брагин, директор по анализу управления капитал. Спасибо огромное, успехов на рынке, до свидания.